В Молдове подводят итоги выборов в парламент. Для кого-то они стали неожиданностью, кто-то усердно повторяет «я же говорил», но это из сферы эмоций. А факты, или, как известно, «ну ворби» таковы. Претензии к власти выразили и представители АКУМ, и социалисты. Причем ПСРМ не исключило и досрочных выборов. Демократы же предпочитают говорить о красивой, демократичной, свободной и прозрачной компании. А что же избирателя? Им, очевидно, надо понимать, что в Молдове начинается период, который едва ли не важнее самих выборов. Период формирования коалиций. И вот тут, как показывает опыт, наступает самое интересное. Вы смотрите «Полюс», мы говорим о главном. Здравствуйте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как выступят лидеры политических партий? Что скажет президент? Наверняка у вас тоже есть свое собственное мнение. Я хочу, чтобы вы оценили эти выборы. И чтобы вы, если это возможно, проанализировали, насколько этот парламент, который мы получили в конечном итоге, соответствует реальному раскладу сил в стране. Да? Вы киваете, господин Шаповалов, вами начинать. Понял. Ну, неожиданности действительно есть, потому что, если опираться на те социологические исследования, которые были перед парламентскими выборами, то там немножко был совершенно другой расклад по политическим партиям, которые проходили в парламент. Я понимаю, что статистическая погрешенность, там полтора-два процента, в некоторых случаях до трех процентов. Вот. Но социалистам все прогнозировали 48-50, там, ну, в этом промежутке 31 процент. Ну, я понимаю, ошибиться на 20 процентов социологам, причем всем компаниям. Тут возникает какой-то вопрос, над которым нужно очень внимательно подумать и поразмыслить, что это действительно такое. Они профессиональные социологи у нас в стране, что ли, которые ошибаются на 20 процентов, да? Или что-то другое сработало, какой-то другой фактор, и, естественно, делать выводы. И, заметьте, при этом у нас нет экзитповов, они у нас законодательно запрещены. Да, но они у нас, да, законодательно запрещены. Я вот жалела на этих выборах, как никогда, что их нет. Для меня, вот, лично, это не было, допустим, неожиданностью, то, что прошла партия Шора. Помните, у нас были разговоры, я еще в феврале-марте 2018 года, могу сказать, одним из первых в республике сказал, Шор будет в парламенте. Ну, вопрос, опять-таки, все социологи вроде бы как бы от этого уходили. Ну, партия Шора набрала 8,5 процентов. Вот тот популизм, он, значит, востребован. Мы все-таки живем в бедной, нищей стране, где очень большое количество людей нуждается в какой-то социальной поддержке. И вот такое сочетание агитационной работы и социальной помощи, оно оказалось воздействовано. Потому что, ну, извините, 8,35, 117 тысяч людей проголосовало за это. Я, например, вот и вчера слышал у некоторых такие отзывы и сегодня, да, читая, вот что у нас люди совсем без мозгов, почему они так голосуют. Ну, я считаю, что это вообще неэтично и неправильно так ставить вопрос, да. Вот, а, наверное, просто поразмыслить, если это все-таки... Ну, порассуждать о моральной... Ну, о моральной составляющей мы рассуждали до выбора. Да, но это самец будет. Да, конечно, конечно. Это, конечно, можно. Но это вот та реальность, которая есть, и от нее не уйдешь. К сожалению, да. И если ты хочешь получить электоральные результаты, ты должен учитывать даже вот такие моменты. Поняла, спасибо. Господин Саранов, вы что скажете? Ну, я примерно скажу то же самое, может быть, хотя у меня нет никакого желания защищать социологию, но результаты, которые не вполне укладываются в социологические прогнозы, они, может быть, объясняются тем, что все опросы показывали очень высокий процент неопределившихся. А неопределившихся, они всегда, так сказать, вносят свои коррективы в том случае, если они ходят на выбор. А в нашем случае это тот... Те выборы, когда процент абсентиистов был самый высокий. До 50 процентов, насколько я помню, не дотянули. Ну да, 48-49. 49 процентов там с копейками. То есть очень много людей не пришло на выборы. И это тоже своеобразная манифестация недовольства, которая накопилась в обществе. Но что касается результатов, я думаю, еще необходимо усилие, необходимо время для того, чтобы осмыслить, что произошло, как это случилось. Социалисты победили формально, но я думаю, что у них есть поводы быть недовольными своими результатами. По той простой причине, что приобретенные в результате выборов амуниции, но не соответствуют тем амбициям, которые они высказывали перед выборами. Это очевидно. Кстати, социалистов опасались, думали, что они наберут значительно больше, чем они набрали. Сейчас они, несомненно, остаются очень серьезным игроком на политическом поле Молдовы. Но их значение значительно уменьшилось благодаря такому высокому, неожиданно высокому результату, который зафиксировала демократическая партия. При этом у демократов есть большой запас. И этот запас называется партия Шор. Совершенно очевидно, что эти мандаты в копилке у демократов. 37 мандатов в общей сложности. Да. С одной точки зрения выборы выиграли демократы. Несмотря на то, что третье место, вы считаете, что расклад такой? Конечно. Поняла. 7 мандатов Шора. Мы посчитали, 37. Я думаю, что и с независимыми там тоже есть проблемы в этом смысле. Поэтому там накапливается достаточное количество мандатов для того, чтобы демократы выступали в качестве главного актора, который будет определять формирование будущей коалиции. Мы поговорим об этом позднее. Я думаю, что мы поговорим... Там получается все один мандат. Получается, если 30-37, там независимых пока три точно мы знаем. Дальше мы еще посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Но мы поговорим детальнее. Гостойный Мишин, вы что скажете? Ну, сегодня комментировать непосредственно результаты выборов это рано. Потому что для того, чтобы откомментировать результаты выборов, нужно все-таки хотя бы дождаться, чтобы цикл утвердил те же одномандатные округа и то, что по национальному округу. Ну и, естественно, чтобы произошла валидация в конституционном суде. Я не зря вам говорю об этом, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что если сейчас пойдут предпосылки для того, чтобы уже начать разговоры о каких-то коалициях, о том, что те же семь мандатов полностью попали... Ну, давайте понимать. Понятно, что ШОР — это карманная партия демократов. То есть тут это даже никто не спорит. Но в любом случае ШОР, чтобы стать всеми семью мандатами у них, будет выставлять какие-то условия. И это вполне логично и нормально. Если дальше они не найдут пропозицию, чтобы иметь 50-51 мандат, чтобы формировать правительство, им что нужно будет? Им нужно сокращать будут мандаты в общей сложности. Я хотел бы уточнить один момент. Господин Мишин, вы полагаете, что господин ШОР может ставить условия при наличии, при секундочку, при уголовном деле, при том, что рассматривается в судах, да? Он находится в инстанции. Господин ШОР лично, но помимо него прошло еще 6 человек. Понимаете? То есть тут вопрос даже не будет в том, что он будет ставить какие-то условия рамочные. Вот я буду с вами голосовать или никак иначе. То есть я еще раз говорю, 7 мандатов — это 100% копилки демократов. Но в любом случае они попытаются, по крайней мере, что-то выторговать. Но им этих 7 не хватает. То есть те же 3 независимых нужно взять. Но это опять-таки 41 мандат. Им нужно как минимум 51-52 мандата. Хотим и не хватим, им еще 10 мандатов не хватает для полного большинства. Вот тут, я думаю, скорее всего начнутся игры. И эти игры будут не после того, как валидируют мандаты депутатов, а до, то есть на этапе конституционного суда. Я понимаю, о чем вы говорите. Но пока я ждала пресс-конференцию господина ШОРа. Тоже думала, что вот он скажет. Он креативно очень подошел к этой теме. Он говорил по поводу того, что вот, значит, теперь благодаря их стараниям, вот там, где они победили, то буду жить как в Монако. Но при этом почему-то выступил с идеей, чтобы, значит, ввести пост губернатора. Вот в этих округах. То есть я, да, все это внимательно послушала. Хотела сказать, что нужно ему, наверное, сказать о том, что в Монако там это все-таки княжество, там есть власть, да, князя. Да, да, то есть губернатор, это больше по части России. Но мы не станем этого делать. Это такие вопросы. Я понимаю, что вы не хотите, возможно, сейчас очень подробно говорить, но есть какие-то моменты, которые мы можем с вами констатировать уже сегодня. Что я имею в виду? Это политическая судьба партии ПКРМ, либеральной партии. Да, либеральная, либеральная демократическая партия. Вы сейчас, что это уже практически приговор, то, что произошло для этих партий. И потом мы отдельно все-таки поговорим о судьбе нашей партии. Мне тоже интересно, как вы это прокомментируете. Господин Саранов, вы первый. Ну, что касается партии Воронина, то ясно, что политическая карьера Воронина закончилась. А вместе с ней закончилась и политическая судьба партии коммунистов. Партия коммунистов плавно перейдет клаф партию социалистов. По крайней мере, в том числе, которое касается электората. А что касается либералов, тут посложнее. Хотя судьба та же самая. Процент чем-то набрали. 1,5, что бы вот так. Процент чем-то набрали либералов. Ну, это вообще они пытались выступать от имени унионистов Республики Молдова, но им это не удалось. Унионисты их не признали. Ну, как-то печально об этом говорить. Вас лично этот факт как-то вот... Ну, флаг каком перешел по большому счету. Нет, давайте пусть господин Саранова. Я по убеждениям унионист. Я понимаю, но мне вот именно речь идет о либералах. То есть вас этот факт расстроил? Ну, я бы не сказал, чтобы меня... Я никогда не был симпатизантом либеральной партии. И в этом смысле для меня совершенно очевидно, что политическая организация унионистского фланга совершенно в беспардонном состоянии. Там нет организации политической. Нет людей и нет силы, которая могла бы политически выражать волю унионистского фланга. Кстати, я думаю, что мы, наверное, еще поговорим об этом, что блок АКУМ зарегистрировал неожиданно хороший результат с моей точки зрения. Хотя сам по себе результат достаточно слабый. Только потому, что ему удалось перетянуть на свою сторону часть унионистского фланга. Хотя он не добрал проевропейца, из оппозиции не добрали очень много голосов, именно потому, что большая часть унионистского фланга просто ушли в абсентиизм политически. Они не пришли на выборы. Этим объясняется достаточно скромный результат, который, так сказать, зарегистрировала проевропейская оппозиция. Спасибо. Ваши комментарии по поводу партии коммунистов. И потом поговорим о судьбе нашей партии. Я начну с партии коммунистов, потому что для меня это все-таки какая-то болезненная тема. Это часть моей жизни, потому что я был в числе тех, кто воссоздавал эту партию 25 лет тому назад. Я был секретарем Чиканского райкома партии тогда по КРМ. Я был делегатом первого съезда восстановительного. Потом я сам добровольно ушел в свое время в силу тех появившихся вопросов во внутренней и в другой политике Владимира Николаевича Воронина. И абсолютно не жалею об этом. И вот то, к чему он привел партию, это результат всей его деятельности. То есть сегодня Воронин ушел с политической арены. Это все. Это уже до свидания навсегда. Это однозначно. Я не помню ни одного случая в истории Молдовы, когда бы кто-то из современных политиков возвращался, входил, как говорится, второй раз в то же русло реки. Вот. Это одно. Но, к сожалению, потому что там много порядочных, нормальных людей, которые отдали свою жизнь этой стране. Они отдали эту жизнь какой-то идее. Но, к сожалению, вот такой результат в силу той политики, которую проводил руководитель и его ближайшее окружение. Но они отдали часть своей жизни. Ну, не все. Да. Ну, я согласен. Либеральная партия... Настроен сегодня критический танк. Ну, либеральная партия, либерально-демократическая партия, они получили закономерный тот результат, учитывая их мощную коррупционную составляющую, то, что они натворили в республике, в городе Кишиневе, до чего они его довели. Вот все эти скандалы, коррупционные составляющие, они, конечно, не оставили им никаких шансов на будущее существование нашей партии, я тоже, думаю, ушла в бытие, потому что это партия одного лидера, тоже популистского плана, и она не может существовать без самого лидера и без какого-то четкого нормального финансирования. А сколочена она была, там были представители, я очень хорошо знаю, что там было, потому что тот проект, политическая партия Патрия, и вот тогда, когда Усатый пошел по спискам, я к нему... Вы поддерживали, по-моему, тогда их? Да, я был заместителем председателя партии Патрия. Вот, я прекрасно знаю, что тогда происходило, и как это все было, но все это ушло, это уже однозначно, потому что состав самой партии был собран из людей абсолютно иногда несовместимых, там были и ярые унионисты, там были и люди социалистическими какими-то взглядами, идеями, короче, объединили, образно говоря, мелкую буржуазию по районам, которая не получала жизненного пространства у себя, но и тут появилась такая возможность, ой, давайте, нахопок, как это говорят, может грубо звучит, но вот так оно и есть в политике. Вот, ну и, конечно, я списываю эту партию регионов, Патрию, я имею в виду левый фланг. Вот, это та реальность, которая есть, ну и слава богу, освобождается поле для сильных игроков, я вообще сторонник того, чтобы в политическом поле, ну, было, ну, 3-4, ну, 5-6 максимум каких-то политических партий, которые бы вот выдвигали, а то, что у нас там их 40 с чем-то, ну, это абсурд. Поняла вас, да, спасибо, господин Мишин, вы как? Ну, по поводу либеральной партии, партии коммунистов, знаете, для меня это знак равно, объясню почему, потому что это партия, которая существует давно, лидеры там одинаково давно засиделись, и даже то, что господин Гемпу попытался в декабре сменить лидера, да, на более молодую... Он сменил, он не носил, он сменил, это уже... Это была попытка, почему я называю это попыткой, да? То, что поставили Дарину Киртаку, то есть, если бы он это сделал год назад, может быть, тот что-то и сумел, как бы, сделать как лидер партии и преподнести себя, но когда он это делает за три месяца до выборов, ну, мы с вами понимаем, еще след господину Гемпу как председателя там веет. Вот господину Воронину, в принципе, как и господину Гемпу, в 2010 году, если бы они поменяли стула, да, ушли бы там на почетных председателей или еще куда-то ушли бы, да, и дали бы молодым возглавлять эту партию. Может быть, сегодня эти партии по-другому бы дышали, по-другому бы участвовали, имели бы намного другой результат. Но для меня эти две партии ровно, равно. То есть, они умерли, как динозавры, знаете, в свое время. Вот они вымерли, и все, их нет. И эти выборы как раз и показали, что эти динозавры ушли в небытие. Наша партия. Давайте вот... Можно, конечно, гордиться негибким хребтом, но в политике это смертельная позиция. Ну, наша партия. Вы знаете... Он, кстати, сегодня так как-то прокомментировал господин Усатый, да, свой результат. Он сказал, что был... Вот как бы жил-был человек, он очень любил людей, а потом эти люди его убили, но он все равно их любит. Вот так он сказал. В свое время, да. В свое время он бросил своих людей, уехал на какого-то пасковную дачу. В свое время он за счет чего создал партию. Борис Андреевич, я вас прошу. Он за счет чего создал партию. Да, это вот эти концерты грандиозные, привозы различных звезд. И тот же съезд партии прошел под громоздкий концерт. Ну, да, люди любят шутов. Вот шутов, да. Люди любят шутов. Но все-таки приходит время, когда они надоедают. То есть, вот эти караоке, вот эти лайфы, вот эти разоблачающие документы. Но они не приводят ни к чему. Вот он даже митинги устроил, он выводил людей на площадь. Да, он вывел людей. Люди зажглись. А что дальше? И дальше какая-то вот линия. И непонятно никому, куда пойдут эти люди. Чем они дальше будут заниматься? Ну, извините, это надоедает. С шинами приходите с граблями. Поэтому эту партию и ждал такой конец. Потому что люди не понимали. То есть, вы считаете, это было закономерно? Конечно. Есть лидер, который что-то говорит, но не дает пути, он не дает цели, куда нужно идти его команде. Поэтому это закономерность для такого уровня партии. Поняла. Еще один момент, который мы с вами можем сейчас обсуждать, это то, что вот говорят, что любые выборы это экзамен прежде всего для власти. Не для оппозиционных партий, да? А как себя поведет власть? Господин Царанов, власть выдержала этот экзамен? Если да, то какую отметку вы бы поставили ей? Хороший вопрос. Если по 10-балльной системе на 10 баллов не тянут, для этого нужно было набрать 50 плюс 1, значит, оценка должна будет уже ниже. Я не о результате говорю, я говорю о том, что как повелась... То есть, власть должна отвечать в ответе за корректные, за справедливые, за демократичные, за прозрачные выборы. Так? Вот как себя проявила в этой ситуации. Господин Царанов, я предоставлю вам слово, честное слово. Не подсказывайте, господин Царанович. Я думаю, что это не были абсолютно корректные выборы. Промалекс, который является, так сказать, неправительственной организацией внутри Молдовы, который занимается, отслеживает корректность выборов, выступила с огромным докладом, там, по-моему, 12 страниц, где очень многое запечатлено. В Молдове вообще никогда не было абсолютно корректных выборов. Собственно говоря, они очень-то часто встречаются и в других, более развитых демократических странах. Но, вы знаете, Люда, можно что угодно, так сказать, говорить по этому поводу. Но вы же опытный такой человек. Вот мне интересна ваша оценка, потому что, понимаете, вот я понимаю, что в отношении каждых выборов говорят, были грязные как никогда. Но вот когда говорили в отношении этих выборов, то вспоминали моменты последней предвыборной недели и не только, и вот эту грязь. Вот мне интересно. И вот в этом во всем участвовали и представители власти. Ну, разумеется. А где вы видели, чтобы власть не участвовала в этом? Власть борется за то, чтобы сохранить власть. Они наиболее активны в этом отношении. Любыми, вы хотите сказать, способами? Обычно любыми. Любыми доступными способами. Понимаете, никогда не говорили, не выходили, не говорили. Я сейчас не говорю даже о социалистах. Я говорю сейчас о представителях АКУМ. Они вышли и сказали, нас травят. Было такое? Я не помню. Ну, это было фантазии. Понимаете, были еще какие-то моменты. Понимаете, эта компания не давала... Я понимаю, что вы это квалифицируете как фантазия. Но представители этой партии так это не квалифицировали. Нет. Я думаю, что у АКУМ есть достаточно много оснований жаловаться на то, что их в этой предвыборной кампании маргинализировали. Это совершенно очевидно. Более того, я думаю, что в этой предвыборной кампании очень широко использовался инструментарий, который при более детальном отношении к нему правовых органов наверняка были бы санкционированы. То есть были бы наказаны за свое значение. То, что случилось, например, с преднестровскими избирателями, это вообще, так сказать, выходит за любые рамки. Вот о чем я, собственно, говорю. Я видел в Кишиневе людей, которые говорили на русском языке. А я очень неплохо знаю о Приднестровье. Я знаю, что подавляющее большинство, подавляющее большинство русскоязычных в Приднестровье, я сейчас говорю не о молдаванах русскоязычных, а о русских, этнических русских, считают, что Приднестровье — это русская земля. Их приход в Кишинев и голосование за, так сказать, за молдавскую государственную, за молдавскую власть — это нонсенс, если угодно. Такого никогда не было. Почему это случилось? Это в плане реинтеграции, я так понимаю, да? А это не интеграция. Это далеко не интеграция. Кто-то, конечно, пытается это представить как интеграционный процесс. Каких чертов, извините, интеграционный процесс. Это совершенно очевидная, так сказать, имплементация внешнего фактора в молдавскую внутреннеполитическую жизнь. Это же совершенно очевидно. Мне говорят, по закону можно перевозить. Можно подвозить, да, в автобусах. Окей, не запрещено подвозить. А кто финансировал эти автобусы? Покажите мне финансистам. Покажите мне, так сказать, документы, которые показывают, откуда происходят эти деньги. Я подозреваю, что тут моментально всплывет какой-то заграничный след. Кто платил эти деньги? И вообще, как так получилось, что при Днестровье, где контроль власти за обществом чрезвычайно хорошо отлажен, вдруг такая, так сказать, такая свобода, такой либерализм? Это первое. И второе, что несомненно нужно отметить, о молдавских выборах, что бы мы ни говорили, будут судить в первую очередь по тем оценкам, которые дадут международные институты, которые отслеживали, так сказать, правовое состояние. Ну, так сегодня вы слушали, да? Да, я слышу, но это предварительные комментарии. Никто не сказал, что были нарушения, повлияющиеся на результат. Но это не повлияет существенно на результаты выборов. Да, абсолютно точно. Судя по всему, мы к этому идем. А с этой точки зрения, молдавские выборы, невзирая на то, что мы будем говорить и как мы будем формировать общественное мнение, молдавские выборы будут признаны как состоявшимися и как корректными. Ну, скажем так, как они обычно это говорят. Прозрачные, демократические. И частично корректные, да. Вот так вот все. Спасибо. То есть они будут признаны, да? Поняла. Вы как можете прокомментировать поведение власти? Да, я по преднестровскому моменту не вижу здесь никакого внешнего иностранного следа. И абсолютно он тут и не просматривается, кто платил деньги. Понятно, два олигарха с одного берега. Такую версию, да. Так это понятно. И они контролируют и всю преднестровскую власть, и они и есть власть в Приднестровье. Одна фирма договорилась с другой фирмой, один олигарх договорился с другим олигархом, по его просьбе снарядил автобусы, и вот они заехали и очень друженько проголосовали. Вот там и избрали вот этих двух независимых, которые в итоге могут оказаться демократами. Да, то есть кто платил деньги, тот и получил электоральный результат. Что тут еще искать и выдумывать? Здесь все ясно и видно. Я бы разделил два этапа. Первое, то, что делала власть. Да, она действительно защищалась. Защищает свою власть, потому что им есть что защищать. Многим из них грозят наручники. В случае разбирательства вопроса о миллиарде украденном и многих-многих дел, они все принимали решения, они в этом участвовали, они давали государственные гарантии, они по руки находятся в этом. Там есть вопросы по приватизации табачки, аэропорта и массы-массы-массы вопросов. Если разбираться, то власти есть чему и было бояться в данной ситуации. Но сам подход, что власть сделала? Власть старалась уменьшить возможности электоральные своих потенциальных конкурентов, прежде всего партии социалистов. Эти избирательные участки в Российской Федерации, это уже, я не знаю, сколько мы о них говорим, чтобы там открывали... И отзыв посла во время выборов, многие об этом говорят. Да, и отзыв посла, и все вот эти вот разные вот моменты. Вот они, конечно же, были направлены именно вот на вот это. Вся история опять-таки с Приднестровьем возникла. Для чего? Для того, чтобы, ну просто те люди, которые действительно, вот я согласен с господином Царану, есть люди, которые переживают за молдавскую государственность и на левом берегу Днестра, и хотели бы объединение страны, да? Вот это одна часть населения. Ну, искусственно появилась какая-то вторая часть населения, да? Ну, тут опять-таки, ну вот тоже власть как бы готовила этот момент. Ну и сами выборы, ну, выборы никогда не проходят без нарушений. Ну, кто-то напился, кто-то печать украл, знаем, кто-то там что-то с бюллетенями надел. Были там попытки, конечно, какой-то агитации на избирательные участки. Господин Мишин так... Ну, Сергей Лучий об этом расскажет. Он сейчас, да, нам скажет, какие претензии. Могут быть... Но здесь есть один вопрос. Насколько вот это все оказало влияние на конечный результат? А здесь все-таки слово должно быть за юристами, здесь слово должно быть за жесткими юридическими процедурами. Есть жалобы, есть пересчет голосов, есть какие-то еще вопросы. Я уверен, что по округам у нас эта история будет еще минимум недели 2-3 идти, потому что там у одних разрыв, да, 2-3 тысячи голосов, у некоторых даже 10 тысяч между конкурентами в округе. А у них есть 50, есть 170, 60. И тут вопросы, конечно, возникают, а правильно ли посчитали, еще что-то сделали. Поэтому вот та картина, которая у нас на сегодняшний день по округам есть, да, по 17 округу у партии социалистов и у демократов, 12 у АКУМ, 2 шоры независимых, вот этих 3, но мы уже понимаем, приднестровцы, какие они независимые оказались, да, вот таким вот образом. Ну, мы получили то, что получили. Ну и опять-таки стоимость одного голоса депутата по партийному списку и стоимость одного голоса, который за 10 тысяч голосов избирателей стал депутатом, ну, тоже у меня возникает какой-то вопрос. Все-таки смешанная система имеет свои плюсы, но она имеет какие-то вот свои необъяснимые вещи. И вот я, ну, всегда как-то к этому относился. Поняла. Господин Мишин, вы что скажете, как вела себя власть? Ну, давайте так, начнем с Приднестровья, раз уж так широко эту тему. То, что это был подготовленный подвоз, подъезд, это понятно было изначально. Давайте не будем забывать, сегодня на территории Приднестровья проживает 230 граждан Республики Молдова. Это те, кто обладают правом голоса. Да, это граждане Республики Молдова. Когда открывали участки, их было открыто для двух округов, 47 участков, они были все открыты вдоль Днестра. И это было нормально, то есть каждый, кто хотел бы, мог туда прийти. Потом за неделю власть придумала, что эти участки нужно закрыть и перенести на 40, 50, то есть 100 километров от Днестра. То есть понятно, что изначально власть уже готовила автобусы. Потому что если мы посмотрим, у нас есть задокументированные факты, что ехали автобусы не просто каких-то частных компаний. Возможно, что люди, к примеру, пошли купили билет и ехали на автобусе туда. Но извините, когда заезжают определенные государственные предприятия, при Днестровье, автобусы, давайте не будем рекламировать. Показывали вчера все. Когда они заезжают и везут централизованно людей к избирательному участку, понятно, что это было собрано. Причем здесь даже играл больше административный ресурс. Когда собирали рабочие коллективы и говорили, вот вы едете туда, голосуете за того-то. Поэтому появились определенные кандидаты. По поводу честности, вы знаете, очень много есть вопросов как к избирательной кампании, которая проходила до дня выборов, так и к самому дню выборов. Это касается и подсчетов, это касается и нереагирования полиции, когда ее вызывали, где были случаи подкупа. То, что у нас разрешили, понимаете, тоже новшество. Мало того, что мы шли по смешанной системе, для людей уже была путаница. Плюс нам навязали референдум. Это еще одна путаница. И плюс день тишины убрать. Ну ладно, день тишины, суббота, к примеру, я еще соглашусь, что может быть и можно убрать. То есть в субботу кто не хочет, пусть ходят агитировать. Но когда в день голосования еще идет агитация, а какая агитация была, есть опять-таки факты. Вроде бы кто-то стоял с газетками, с календариками, а кто-то стоял с кулечками, подарками. Понимаете, а это прямой подкуп избирателей. И самое интересное, что вот когда люди видели такие случаи и вызывали 112, то есть полицию на этот момент, полиция почему-то не приезжала. Вот тут у меня тоже кроется такая вот, знаете, внутренняя. А почему? Это же прямая обязанность полицейских реагировать на данные сигналы. Подкуп избирателя это уголовно наказуемое преступление. Плюс были случаи, они зафиксированы, даже один из кандидатов, депутат, и сам лично фотографировал Бюллетин, что запрещено законом. Но он потом пояснил, он сказал, что боялся отравления ртути. И поэтому Бюллетин сфотографировал. Поэтому он как депутат парламента. Что вы смеетесь, я сейчас говорю то, что сказал он. Это, конечно, смешно выглядеть, но он как депутат парламента как минимум должен знать, что это уголовно наказуемое преступление. Фотографирование. А таких случаев было довольно много. О чем это говорит? А фотографирование Бюллетня, это тоже есть факт, подтверждающий, что идет подкуп избирателя. Для чего фотографируется Бюллетнь? Чтобы выйти, показать, за кого ты проголосовал, и получить соответствующее вознаграждение. То есть депутату, демократу, зачем это? Это просто нет. Но ему тоже надо получить вознаграждение. А вдруг он не проголосовал? А вдруг он не проголосовал? Понимаете? Нет, есть еще момент. Понимаете, мы говорим где-то о финансовом вознаграждении, а где-то я должен показать своему работодателю, особенно если я госчиновник, что я проголосовал правильно. То есть опять мы говорим об административном ресурсе. И вот таких случаев довольно много по Республике Молдова. Ну и вызывает еще один момент, это, конечно, с подсчетом Бюллетней. Как в одномодатных округах? Ну, я думаю, что сейчас выводы делать очень рано. Уже посмотрим, как будут вести себя окружные комиссии, как будут вести себя Центр, Сбирком, суды по этим фактам. Ну, вы знаете, тут опять зависит, вы должны понимать, что суды, я еще приблизительно понимаю, как они себя будут вести, особенно конституционные суды. А окружные комиссии, все-таки они сегодня состоят из людей, которые, может быть, уже не так боятся того нажима и того административного ресурса, который был до сих пор. Понимаете, поэтому, может быть, что-то и изменится. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Я благодарю вас и предлагаю, ну, наверное, перейти сейчас к основному блюду. Давайте порассуждаем, что будет. И, конечно, самый сегодня модный вопрос, будут ли коалиции, какие-то будут коалиции, кто с кем будет договариваться и будут ли договариваться вообще. Я понимаю, что это вопрос самый сложный, но, тем не менее, давайте начнем как-то прогнозировать. Господин Саранов, чего нам ждать с вашей точки зрения? Нам нужно сдать парламентского большинства. Это единственный способ избежать, так сказать, досрочных выборов. Я думаю, что те, кто потратились в этой предвыборной кампании, им совершенно не резон организовывать себе досрочные выборы. Это, кстати, относится в той же мере к социалистам. С этой точки зрения, я думаю, что будут прилагаться существенные усилия для того, чтобы это парламентское большинство было сформировано. Не обязательно, чтобы это было сформировано, так сказать, ну, скажем так, в чистом виде. Вот 51 депутата или 53 депутата подписались под парламентским большинством. Может быть, так называемое парламентское большинство отхок. Для однократного голосования. Да. Техническое правительство, да? Да. Что-то типа технического правительства. Тут, правда, возникает целый ряд вопросов. В экспертном сообществе очень активно обсуждается вопрос, что лидер демократической партии, господин Владимир Плохотнюк, претендует на то, чтобы занять пост премьер-министра. Я думаю, что ему будет чрезвычайно сложно занять этот пост в случае, если будет сформировано так называемое техническое правительство. Это, ну, никак не вяжется. Поэтому тут придется амбициями поступиться. Вы несколько забегаете вперед. Я хотела бы просто уточнить, то есть, когда вы сейчас говорите о ситуативной этой коалиции или о голосовании отхок, это кто с кем, по вашему мнению, все-таки будет голосовать? Вы называете составляющую все-таки непременно демократы? Ну, разумеется, демократы, они сегодня имеют больше всего депутатов де-факто, не формально, а де-факто. Ну да, если Шором считать, если независимы, они 41. То есть, с этой точки зрения, у них все основания к тому, чтобы пытаться вокруг себя создать парламентское большинство. Ахой, ну, будет, это уже второй вопрос. Теперь, как это можно сделать? Можно сделать в результате договоренности. Договориться или с социалистами, или с блоком ОКОМ. И социалист, блок ОКОМ вообще подписал документы, что они в жизни. Они сказали, да, ни с кем. Никогда. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Я знаю. Для политика это. Ну, социалисты сделали то же самое примерно, но без того, чтобы подписывать какие-то бумаги. По крайней мере, господин президент Дадон заявил очень четко, что никакого союза с демократами быть не может. И что социалисты будут добиваться досрочных выборов. Для них это хороший вариант. Пока исходим из этого. Сегодня выступил президент. Он, кстати, не... Да, я слышал его. Мы слышали, да? Я просто для телезрителя сейчас скажу. Он очень четко растолковал, вот прям, я так поняла, что вот как с точки зрения закона. Он, то есть, он в принципе, можно перевести так. Я как президент готов исполнить те обязанности, которые меня... Да, вот есть в законе. Если партия договаривается с партией, а если начинается... Все формальности будут соблюдены, но выкованны. Единственное условие, вот он сказал так, готов предоставить переговорную площадку лидерам партии для создания коалиции, однако речь может идти только об альянсе между конкретными партиями, не о коалиции меньшинства или о слиянии одной партии из партии с группой независимых депутатов или перебежчиками из других формирований. Вот такие как бы... Я сцитирую, давайте я точно буду. Да, и я этим заканчиваю. Значит, нужно всегда помнить, что заявления довыборные и послевыборные — это две совершенно разные вещи. Чаще всего политики очень быстро забывают, что они говорили до выборов, тогда, когда приходит время формировать парламентское большинство и формировать вообще правительство. Правительство — это всегда желанный курс, это всегда то, ради чего, собственно говоря, сыр-борьи организовывается. Это первое. Второе. Что касается молдавских политических и правовых реалий. Я не правовед, я не юрист, мне некоторые моменты здесь не совсем понятны, но, наверное, учитывая, насколько гуттаперчивое право в Республике Молдова, найдутся возможности для того, чтобы преодолеть так называемое президентское вето, то, что делалось уже не раз в молдавской политической практике. Ну да, президент формально может сказать, вот дайте мне парламентское большинство, и тогда я обозначу человека, который будет кандидатом в премьер-министр, а он уже ведет переговоры, потому что без этого нельзя формировать, собственно говоря, ничего. А вот если этого парламентского большинства нет, тогда я решаю, кто будет формировать правительство. И тогда, опять-таки, чисто формально, кто победил на выборах? Социалист. Господин Батрынча или господин Чабан. Сформироваете правительство? Один раз не удалось. Окей. Господин Чабан, вам не удалось, потому что теперь господин Батрынча попробует. И так далее. Три раза и вышли на выборы. Но я не думаю, что президенту Дадону позволит настолько, так сказать, вольно общаться с молдавской политической практикой. Повторяю, я исхожу из того опыта, который был накоплен в последние два года в Республике Молдавии. Если вы говорите об опыте, я потом расскажу вам о внешнем факторе в деле создания коалиции. И я думаю, вы вспомните, что у нас такой опыт. И он, какой урок он, он, он. Но я хотела бы уточнить. Которые даже в аэропорту создавали, взяли. Да, и такое тоже было. Господин Царанов, я хочу вот сейчас, если можно кратко ответить. Вы рассматриваете, если мы говорим о партиях, какой возможный вариант все-таки, назовите вот эти составляющие этой возможной коалиции. Или вы видите только демократов, шора, независимых, надерганных депутатов оттуда, оттуда. Как вы это вот видите четко? Есть три варианта. Три возможных варианта формирования парламентского большинства. Даже четыре. Ну вот самые вероятные. Первый. Социалисты и демократы. Они создают очень серьезное парламентское большинство, делят министерские портфели и управляют страной четыре года. У них более чем достаточно, так сказать, более чем достаточно для формирования парламентского большинства. Второе. Опять-таки формально. Акум. Демократ. Есть третий вариант. Акумовцы могут чисто арифметически создать альянс социалистами. Да, чисто арифметически. И вот некоторые сегодня, кстати, эту версию обсуждали. Да не сегодня, она давно обсуждается. Но сегодня особенно активно. Вот говорили. Для того, чтобы прижать Плохотнюка, прижать демократическую партию, создается временное парламентское большинство, кончают с этим и после этого расходятся, идут на парламентские выборы и решают, что будем делать дальше. Не думаю, что демократическая партия и личный господин Плохотнюк будут пассивно присутствовать при формировании подобного рода большинства. То есть вы считаете, что он будет активно давить на людей, если вдруг они решат договорить? Я думаю, что он будет активно сопротивляться этому. Так. Я более так предметно называю. Ну и есть четвертый вариант. Этот четвертый вариант заключается в том, что основные игроки договариваются между собой, создают правительство меньшинства, голосуется единовременно. Это правительство, и оно запускается. И это правительство функционирует до того момента, когда одному из тех партнеров, которые проголосовали за это правительство, что-то не понравилось. И они ему, так сказать, объявляют, вот у меня доверие, правительство падает, и дальше начинается катавасия. Какой вариант вы считаете наиболее вероятным в молодой? Дайте мне еще несколько дней. Так я рассчитывала, что вот я получу ответ на этот вопрос. Вы просто перечислили варианты. Но все-таки вот ваша интуиция политолога подсказывает. Вы знаете, Людмила, тут скорее даже не интуиция политолога, а человека, который знаком с молдавскими политическими реалиями. Да. Я думаю, что, так сказать, большие игроки, они... То есть о международном факторе вы сейчас говорите. Я уточняю. Кураторы. Да. То есть они будут активно в этом принимать участие? Я вообще-то имел в виду не их. Я имел в виду... Ну, тогда примите это за вопрос. Да. Существует вполне осязаемый материальный интерес. Ну да, интересы избирателей, так сказать, честь, достоинство. Это все очень важно в политике. Но обычно, когда речь идет о более существенных вещах, об этом забывают. Ну, давайте вспомним, как сформировалось парламентское большинство, которое правило Республикой Молдовы, начиная с 2016 года, с начала 2016 года. Помните, да? Да, я помню. Там тоже и принципы были, и, так сказать, ценности, и прочее. А в конце концов, вполне пекуниарные ценности оказались отределяющими. О внешнем факторе. Внешний фактор, несомненно, с работы. Можно я для телезрителей, да. Вот я хочу объяснить. Мы знаем, что европейцы играли важнейшую роль в создании проевропейских коалиций, которые у нас были. И когда бывшие, значит, я не знаю, как их назвать сейчас правильно, по коалиции, не соседи, я же не знаю, как правильно, участники, да, вот, когда они пытались между собой ругаться, вот мы помним конфликт Филат-Плохотнюк, мы помним, как европейцы сюда прилетали, как сажали за стол переговоров, и вопрос решался. Вот сейчас и здесь. Господин Сиранов, посадят за стол переговоров АКУМ и демократов? Я не исключаю, я не исключаю это. Я также не исключаю, что и Москва может, ну, я вспоминаю декабрь 2010 года. Как обманули Нарышкина? Ну да. Это называется так. Это называется так, да. Нет, но прежде чем его обманули, Нарышкин приехал, посадил за стол переговоров. А сейчас кого посадят русские, если не секрет, кроме социалистов, тогда если вот верить вам? Ну да, на этот раз. Нет, они посадить-то они не посадят, но они могут позволить создать королицу. Ну вот с кем, да, вот на кого они могут оказать влияние, кроме социалистов? Мне просто интересно. Я не очень посвящен, так сказать, в кухне социалистов, но я полагаю, учитывая, как часто господин Дадон ездит в Москву, я полагаю, что московский фактор играет не последнюю роль политического влияния внутри социалистической партии. Ну вот если, скажем, в Москве люди достаточно влиятельные, скажут господин Дадон, господин президент, а, балк с ним, доделайте вы, сделайте союз, плахотинку, договоритесь там, вот есть несколько ключевых вопросов, договорились, вперед. То есть, господин Нарышкин, очевидно, можно сказать, мне было мало, как в прошлый раз меня обманули, давайте мы повторим. Да что? Ну хорошо. Ну так это будет. Ну в принципе, ваша ирония понятна, Людмила, но вы понимаете, большие игроки, Россия, штат, Брюссель, они ведь не на эмоциях, и на эмоциях тоже. Да, я наставила, что и на эмоциях тоже. Да, но эмоции не являются определяющими, определяющими является большой интерес. Но позволят вот сейчас создать здесь чисто проевропейское правительство. Ну и что? Россию вообще выкинут отсюда. А если у Москвы есть интерес, я не знаю, какие у них действительно интересы, но вот у них есть интерес сохранить какую-то, так сказать, какую-то зону влияния. Кстати, опять-таки, из истории, ведь в свое время, в 2002 году в Киеве, не без участия российской дипломатии, ОБСЕ выдвинуло план федерализации Республики Молдова. Я не знаю, если вы помните, но я-то хорошо помню, я специалист. А Россия вместо того, Россия практически получала... Ну вот всегда говорим о России. Нет, Россия тогда получала 60-70% влияния. А Россия вместо того, чтобы, так сказать, удовлетвориться с этим, села, послала сюда Козака, чтобы получить 100%. Я могу на это только вспомнить, вспомнить ситуацию с Януковичем и гарантии, которые дали господину Януковичу, что все будет замечательно. Кто? И на второй день они, Олег, Зайца по Украине. Представители каких стран? Евросоюза. Германия, Франция. Хорошо, я... Да, да. То есть это вопрос о том, что стоит... Это только говорит о том, это ведь в пользу моей версии. Она говорит о том, что нельзя ставить только на Дадон. Что нужно ставить. Нет, я понимаю, что вы говорите о влиянии Москвы, но я так и не получила ответа, кроме социалистов, на кого будут влиять русские. Вот европейцы, понятно, да? Они могут влиять на АКОМ, они могут влиять на демократов. А вот русские жалую еще... Чтобы они сами с собой создали коалицию? Нет, чтобы они создали социалистами, с демократами. С демократами все-таки. То есть они русские после всего, что произошло, они... Поняла вас. Давайте теперь ваши комментарии послушаем. Ну, кто? Давайте вы, я уже... Да, давайте. Хорошо. Вы знаете, очень интересные идеи здесь получаются. Я согласен с господином Царановым в том плане, что то, что политики говорят до выборов, но это одна жесткая позиция, всегда вот мы не сдадимся, мы... Это верно, но можно я... Вот многие говорят, что за исключением Майя Санду, говорят, что Майя Санду, вот все-таки вот она... Но политика, это дело такое, это поиск всегда компромиссов, согласования каких-то моментов. Понимаете, но и АКОМ, и социалисты находятся в более сложном положении, чем демократы, потому что АКОМ прекрасно понимает, что кто бы не попадал в объятия демократов, он плохо заканчивает или в тюрьме, или еще где-то... Как они говорят, токсичны. Да, ну вот их с 2016 года травят тяжелыми металлами, боже, они же за три года еще не отравились, да. Я, конечно, нехорошо, наверное, вот пошутил по этому поводу, да. Не будем сейчас, да. Но я просто не верю в эти вот такие вот сказки, даже на бумажки там и все остальное, потому что тяжелые металлы – это очень серьезная вещь. Здесь вопрос с демократами упирается в следующее. АКОМ понимает всю сложность, и Санду, и Настасия, объединение с демократами. Но они не самостоятельные политические игроки. И у тех, и у других есть свои кураторы. У Демпартии – это на сегодняшний день американцы, у АКОМ – это сегодня европейцы. И вот как их кураторы у себя договорятся, в принципе, так им и скажут сделать. И будет хотеть Настасия, Санду или не будет хотеть. Есть масса способов воздействования и на одних, и на других. И мы это за 10 лет вот этих всех коалиций прекрасно видели. И в аэропорту это решалось, и где только не решалось. Господин Шпавалов, если можно, у нас не так много времени. По социалистам и демократам. Я не верю в то, что Москва, допустим, скажет, вот социалисты, идите с демократами. Даже если бы они и хотели, демократам этого не позволят сделать американцы. Им здесь геополитический фактор играет первую роль. Им нужна военная база, им нужно нас использовать совершенно в других целях. И поэтому никакого союза у демократов никогда социалистами по этой причине быть не может. Даже если бы у небысел подали какие-то причины. Это жестко и однозначно. Вот им просто этого не позволят сделать. Если даже господин Плохотнюк захочет, как у господина Воронина сразу начнется проблема с его счетами, с его недвижимостью, со всеми остальными. Зайдет посол Соединенных Штатов Америки, положит папочку на стол. Все. Вопрос закрыт. Не о чем даже говорить и рассуждать. Это очень серьезные вещи, глобальные. Теперь следующее. Союз социалистов САКУМ. С идеологической точки зрения кажется, что сегодня это нонсенс. Вы знаете, и там умная команда людей, и там умная команда людей. Каждый видит развитие этой страны несколько по-своему. Одни европейский вектор, вторые видят и там, и там. Ну, кто-то причисляет, что больше евразийские социалисты, да. Хотя это тоже, скажем так, из теории пропаганды, да. Потому что там позиция четкая, мы с теми и с теми, и она как бы выдерживается. Вот. И здесь возникает вопрос. Да, конечно же, если АКУМ берет свой унионист куда-нибудь спрячет подальше и прекратит заниматься русофобией, то, наверное, с ними можно говорить. Но они поставят условия. Вот если социалисты меньше будут говорить о вступлении в Евразийский союз, а больше как бы сглаживают. Вы верите в то, что они могут передумать и свою позицию очень жестко? У них есть конкретный противник, который их поодиночке готов уничтожить. Это как один из возможных вариантов. Как один из возможных вариантов. Поэтому, возможный вариант на какой период? Джентменское соглашение. Мы решаем проблему с демократической партой. То, что вот господин Саран говорил тоже. И выходим на досрочные выборы. А дальше нас расходят наш господин избиратель и так далее. Но я больше придерживаюсь той точки зрения, что это все-таки возможно, но это из серии пока на сегодняшний день научной фантастики. А реальность того, что АКУМ заставят создать союз с демократами, на этом все закончится. А партия Шора не примкнет к этому союзу и будет изобретать бурную деятельность вместо ПКРМ и нашей партии. На левом фланге для того, чтобы портить электоральное поле партии социалистов. Он периодически не будет ситуативно там голосовать, но будут строить из себя чуть ли не пророссийских и так далее. Спасибо. Гаспейн Мишин. Ну, по поводу того, что вот команда из Москвы, Соединенных Штатов, Европы. Ну, я понимаю, что АКУМовцы, конечно, рассчитывают очень на Европейский Союз и получают оттуда определенные инструкции. Конечно же, демократы, то, что связано с Соединенными Штатами, это безусловно. Но, вы знаете, вот партию социалистов, когда говорят, что вот, или как обвиняют господина президента, что вот он ездит в Россию получать команды. Ну, извините, за 10 лет настолько испортивались отношения с Российской Федерацией, что ему еще надо раз в 200 поехать к Владимиру Владимировичу, чтобы хотя бы еще процента на 3 исправить то, что происходит. Поэтому говорить о том, что он туда за командами ездит или просить позволения что-либо делать в стране, ну, как минимум, он был избран как всенародный президент. За него тогда, в 2016 году проголосовало 52%. И он не спрашивал ни у кого, ни у американцев, ни у европейцев, ни у русских, можно ли мне стать и баллотироваться президентом страны. По поводу коалиции, я думаю, что, конечно же, возможно, что коалиции какие-то и будут, и я думаю, что европейцы с американцами будут работать над тем, чтобы объединить блока ком с демократами. Но, зная самоуверенность демократов, которые набрали такое количество голосов на сегодняшний момент, я думаю, что будет два варианта. Первый вариант это сейчас, до 15 марта, то есть это до последнего дня, когда Конституционный суд по закону имеет право валидировать мандаты. Они попытаются договориться, перекупить переуголовными делами, как-то найти себе определенное большинство. В случае, если это не получится, они, скорее всего, пойдут это делать через Конституционный суд, чтобы получить мнимое большинство в виде двух третьих признания мандатов. Такое у нас по закону, к сожалению, тоже разрешено. Поэтому это второй вариант. Но они должны себя отчетливо понимать, что в случае, если будет первый или второй вариант, из которых я говорю, это, конечно же, приведет к дестабилизации в стране, которую допустить невозможно и нельзя. Потому что, если у нас будет дестабилизация сегодня, и они пойдут этим путем, мы потеряем 2019 год полностью. И, исходя из тех нарушений и тех жалоб, которые сегодня поставлены в суды, в окружные, в ЦИК, в том же Конституционный суд, кстати, есть несколько жалоб по поводу этих выборов. Мое мнение, что, скорее всего, процентов 30 уже я сегодня вижу, что нас ждут все-таки досрочные выборы в этом году. И для нашего, чтобы люди не пугались, вот досрочные выборы это, я думаю, что вот чем быстрее эти выборы состоятся, у нас по закону, в принципе, вот решение Конституционного суду, да, если Конституционный суд не валидирует, да, то у нас 60 минимум, 90 максимум дней. 90 дней у нас как раз выходит на середину июня, когда заканчиваются мандаты у примарей, муниципальных советников. Вот в один день проведем, чтобы, ну, была путаница с референдумом, ну, и тут еще немножко запутаем избирателя, но, по крайней мере, не будет это сильно избирательной нагрузкой, потому что деньги в бюджете на 2019 год на это предусмотрены. Вот и все. Я благодарю вас, наше время вышло. Очень хотела поговорить еще по поводу референдума, все-таки он состоялся, и, ожидаем, ответили граждане, как ответили, будет ли все-таки дан ход, да? Не будет. Не будет. То есть это все забудут. Он был взял специально, чтобы запутать голоса. Я тогда была права, что я много времени на этот вопрос не отвела. Мне остается вас поблагодарить, сказать, что я всегда вас жду в этой студии, потому что что-то мне подсказывает, что события сейчас в нашей стране будут происходить весьма интересно, а значит, мы будем нуждаться в ваших комментариях. Спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Мне остается пожелать вам всего самого доброго и доброго вечера.